Сегодняшний ролик посвящается любителям скунцевых, которые долгое время относили к куньям. Но потом великие умы одумались и решили предоставить им свое отдельное семейство вонючек. Однако наш сегодняшний гость сумел переплюнуть и тех и других. Встречайте палаванского вонючего барсука, вид млекопитающих из семейства скунцевых. Хотя и зовется барсуком. Сразу скажу, что показывать я буду в основном обычных скунцев и барсуков, потому что наш сегодняшний герой крайне застенчив. В прошлом вонючих барсуков относили к семейству куньих и считали родственниками барсуков. Но потом пришел 21 век и недавние генетические исследования доказали, что они относятся к семейству скунцевых, ранее считавшихся эндемиками только нового света. Так как это родственник скунца оказался на Филиппинах. Палаванский вонючий барсук был назван так из-за сходства с барсуком, сильного неприятного запаха и крупнейшего из островов, на котором он обитает – палаван на Филиппинах. Палаванский вонючий барсук размером с большого скунса или маленького барсука. При этом он является одним из самых крупных представителей семейства скунцевых. Взрослые особи достигают размеров от 32 до 46 см в длину, примерно такого же размера, что и полосатый скунс, обитающий в Северной Америке, и весят от килограмма до двух с половиной. Но внешне они больше напоминают барсуков, чем скунсов. Итак, место для проживания он выбрал очень удачное – теплый климат и много леса. Да и хищники здесь его не особо-то донимают. Во-первых, потому что их здесь немного, а во-вторых, большинство из них для нашей вонючки – мелочь. Не зря же палаванский барсук вооружен длинными когтями и острыми зубами. Это помимо ароматных секретов – дополнительная гарантия его безопасности. Если же палаванского барсука лишний раз не бесить, то он будет вести себя вполне прилично – копаться на своем земельном участке и спать целыми днями в неглубокой норе. Зато ночью, пока никто не видит, вонючий барсук по-настоящему преображается. Он выходит на охоту за беспозвоночными. Его вкусняшки – это пресноводные крабы и насекомые, которых они выкапывают из земли своими длинными когтями. Они очень хорошие землекопы, а еще не могут преодолевать за день расстояние до 2 км в поисках еды и по пути помечают свою территорию пахучими метками. Они движутся медленно и не особо агрессивны. В случае опасности палаванские барсуки либо замирают, либо издают предупреждающий рык. Как вы уже поняли, палаванские вонючие барсуки обладают анальными железами, как у американского скунса. Кстати, ролик о нем вы сможете найти на канале Планет Земля. Филиппинские же собратья скунсов способны распылять свои пахучие выделения на расстояние до метра, а запах этот настолько сильный, что его можно учуять на расстоянии и до 2 км. Палаванские вонючие барсуки почти полностью полагаются на этот мощный запах для своей защиты. И именно поэтому они являются одними из немногих диких животных, которых не едят филиппинцы. Но пытливые человеческие умы все равно не могут оставить барсука в покое, и они стали тщательно изучать его на предмет происхождения столь сильных ароматов. Собственно, ничего кроме желез, как и у американского скунса, они не нашли. А поскольку у барсуков их в помине не было, приписали филиппинца к скунсовым. Помимо супердухов, палаванские вонючие барсуки еще и до жути скрытные. О том, как, когда и зачем они любят друг друга, науке неизвестно. Известно лишь, что беременность длится около 6 недель, и самочка рождает до 6 маленьких вонючек. Однако, как происходит процесс воспитания, тайна, покрытая мраком. В 1970-х годах палаванский вонючий барсук характеризовался как удивительно распространенный. Однако в настоящее время его считают уязвимым видом. Что же за бесстрашные события вынудили скунса бежать из родного нового света и притвориться барсуком? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Бусти и Патреон по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы. А возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.